Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Век, Александр Шунин в студии. Вы слушаете Радио Болтком. И поговорим сейчас о делах школьных. Не секретно, ну, статистика неумолимо говорит о том, что взрослеет, стареет, можно сказать, поколение учителей. Школьных. И выражают беспокойство, что все меньше и меньше приходят на смену молодые кадры. И уже многие школы испытывают нехватку специалистов, преподавателей. И как бороться с этой напастью, с тем, что практически некому будет скоро учить молодое поколение? Ну, как бороться? Можно, например, повышать престиж профессии, увеличивать зарплаты. Ну, это, знаете, это слишком сложно. Нет, это, наверное, слишком. Ну, да. Пока до этого не дошло, ну, или, скажем так, не особо популярен этот метод. Буквально вчера была запущена информационная кампания «Айс Исколутайз». Будь учителем. Вот это прекрасно. Агитировать, убеждать. В общем-то, в рамках этой кампании действительно планируется увещевать всех заинтересованных, делиться своим опытом и готовых дерзнуть, научиться быть учителем и, собственно, влиться в педагогические ряды. И один из участников этого проекта, этой кампании, Василий Гридасов, учитель физики, сейчас с нами на связи. Доброе утро, господин Гридасов. Доброе утро. Да, ну, наверное, может быть, несколько слов о том, что вчера, вот какие итоги, информация, с которой поделились на этой пресс-конференции, какие планы решать эту проблему. Какая фактическая ситуация в стране и из чего будет состоять эта кампания, каких результатов планируется с ее помощью достичь и через какое время? Ну, в стране ситуация с учителями катастрофическая, до того, что очень многие учителя работают полторы-две ставки, ну, просто потому что нет кому работать, не потому что денег не хватает, а потому что некому работать. И поэтому и до сих пор, и несмотря на то, что учителя работают полторы-две ставки, есть вакансии, плюс очень многие учителя предпенсионного возраста, и у нас в стране вводятся новые содержания образования, компетентностный подход, плюс COVID, удаленки. И эти люди или предпенсионного, или уже пенсионного возраста учителя постоянно взвешивают, а может быть уже пора на заслуженный отдых, это значит, что еще нас может ожидать отток учителей из наших школ. Но вместе с тем, каждый родитель, и я как родитель, и я уверен, что у вас есть дети, вы хотите, чтобы ваши дети в школе получили качественное образование, чтобы они были конкурентоспособны, чтобы у них не было никаких проблем и пробелов с материалом. И поэтому запускается такая кампания, когда люди из любых отраслей могут привлекаться, а также стать учителями, может быть на полную ставку, может быть на какое-то частичное. Потому что я тоже, я в школе работаю второй год, в принципе, пришел из технической отрасли, но я и продолжаю заниматься другими делами, не только работаю в школе, я продолжаю преподавать в институте, есть курсы веду, и работаю в технической сфере тоже. А что, кстати, вас побудило пойти? Вы успешный человек, действительно преподаете в ВУЗе, вы звезда робототехники. Почему школа? Ну, школа – это лучшее место, где можно передать свои знания. И я уже много рассказывал, наверное, вчера видели, смотрели о том, что для начала, вначале, может быть, это было более интуитивное решение, но в конце концов у меня выкристаллизовалась эта мысль, что школа – это место, где я могу вложить, передать что-то в будущее поколение и не ругать его, как многие делают сегодня и говорят о том, что это поколение никуда не годится, фотографируют в ВСБУК, выкладывают в советские учебники и так далее. И очень много сегодня можно слышать нелестного о нашем поколении, вот моем, которое после меня идет, и о нашей системе образования. Но вопрос, у меня сегодня есть возможность что-то изменить, что-то вложить, что-то сделать, что-то изменить, и поэтому вот это, наверное, моя главная мотивация – сеять, вкладывать в новое поколение. А на ваш взгляд, вот в чем все-таки проблема? Почему профессия учителя, которая, ну вот, ну не знаю, лет 30-40, ну 50 назад, это в принципе была достаточно уважаемая и престижная профессия, она потеряла свой престиж, и почему такой вот отток кадров? Ну да, достаточно же вспомнить даже шедевры синематографа, «Доживем до понедельника» или «Большая перемена», то есть в любых фильмах, даже комедийных, не только серьезных, действительно к учителям, к педагогам относились с подчеркнутым пиететом. Вот как раз про кинематографов тоже хотел сказать, потому что это одно из тех, что популяризировало профессию учителя, то есть на сегодняшний день мы даже не можем вспомнить фильмы современные, где учитель предстает каким-то героем. Ну, есть некоторые голливудские фильмы, где показаны неординарные. Плохая училка, скажем, надеется сразу. Да, вот, ну нет никакой популяризации, плюс учителя, они на сегодняшний день работают в постоянном стрессе, и это стресс со всех сторон, со стороны самоуправления, со стороны родителей, со стороны, ну вот, школьного руководства, в том плане, что нужно всякие бумаги заполнять, отчеты и так далее. То есть это как вот, наверное, смотрят, наверное, и полицейские, и почтальоны думают, что там основная работа – это вот бегать по улице и что-то там выяснять, а основная работа – это сидеть и писать бумажки. И у учителей тоже очень много всяких отчетов надо заполнять и такие, ну, всяких бумаг, которые требуются по стандартам самоуправления. И это как бы на школу нельзя решить, это больше как бы требуется сверху. Я вспомнил, кстати, переломный момент, касаемо кино, ну и спектакль тоже был такой «Дорогая Елена Сергеевна», вот, когда было показано, что, в общем-то, над учителем можно издеваться достаточно безнаказанно. Кстати, как нынче вообще ведут себя школьники? Потому что не секрет, что есть же так называемое инверсивное образование, когда более молодое поколение впервые вообще за существование человечества, можно такой даже вывод сделать, учит тех, кто более старше. Ну, касаемо тех же самых гаджетов, любой электронной техники и так далее. Как происходит в школе? Насколько они готовы учиться и насколько они привыкли возмущаться, что их не хвалят на каждом шагу только за то, что он вообще дошел до школы? Ну, или подключился к Зуму? Я думаю, все зависит от семьи. Есть очень замечательные школьники, с которыми работать одно удовольствие, от которых чувствуешь поддержку и фидбэк, вот эту обратную связь, ради которых вообще хочется ходить в школу, хочется работать, хочется приходить в эти классы. Есть наоборот, опять же, мое мнение, что очень многое зависит от семьи, есть просто школьники, но они в этом не виноваты, но просто в семье так поставлено, что у родителей главная задача доставить этих детей до школы, а дальше учителя вы с ними что-то сделайте, потому что у нас не получается ничего. И вроде как и родители, ну, им нужна помощь, они не виноваты, и дети не виноваты, но и учителя, они выходят, здесь стоят такие цепочки где-то в конце, что они должны с этими детьми что-то делать, и дети не научены уважать старших, не научены уважать какой-то авторитет, и некоторые, это не очень многие, но некоторые действительно дети, они смотрят на учителя с таким вызывающим лицом, ну что ты мне сделаешь? И у учителя в этом случае практически нет никаких инструментов, чтобы можно было, ну, как бы можно было воздействовать. Тут надо тогда предъявлять, ну, использовать какие-то творческие подходы, постоянно придумывать какие-то системы, как заинтересовать даже таких учеников. Василий, у нас есть звонок из прямого эфира, давайте примем. Да, напомним, 6-7-212-93-9, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Есть академическое образование, ну, классическое в том плане, что до этого оно тоже существовало и никуда не терялось. У нас и Латвийский университет, и Даугавкилский университет, и Лепайский университет, где есть программы педагогические, ЛСПА, Латвийская спортивно-педагогическая академия, там даже название есть, педагогическое, что там готовят учителей, но более уже связанных со спортом. Ну, и есть программа Матфитспайкс, которая раньше была, как есть, в прямомиссии, вот уже третий год Матфитспайкс, где люди, у которых есть высшее образование, могут получить специальность учителя и преподавать профильные предметы. Те, на которые они учились, получая высшее образование, там можно получить специальность учителя за год, но у тебя должно быть одно высшее образование уже, как минимум, одно высшее образование уже получено. И вот этой программой, как бы и я являюсь частью этой программы, очень благодарен, потому что я бы третьего бакалавра не получал. Василий, как нас связь не подводит. То есть, речь идет, в принципе, о годичной программе профессиональной переподготовки. А кто платит за эту программу? Надо платить за обучение или можно получать стипендию? Когда я учился, мы учились бесплатно и получали стипендию. Первый год у нас была стипендия 200 евро, второй год 120. А сейчас тоже обучение бесплатное. Насколько я знаю, платится стипендия, но о размерах стипендий я на данный момент не готов говорить, потому что я не обладаю информацией. Здесь нужно вам обратиться к руководителям этой программы. Я хочу напомнить, что в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 можно отправлять ваши сообщения. И вы можете принимать участие, также задавая вопросы. И вот пришел, да, вопросы нашему сегодняшнему собеседнику Василию Гридасов, участник проекта, и учитель физики Ригас Плявнику Памоцкола. Пришла, скорее даже это не вопрос, я смотрю тут реплика, депутатам двойную зарплату, а учителям комплексный подход, убеждения и нематериальная мотивация. Но вот может быть действительно все-таки в отсутствии материального стимула причина. То есть Ларочек просто открывается, хорошо платить, и тогда люди потянутся. В том числе. Я говорю в том числе, потому что не только высокая зарплата является каким-то мотиватором. Здесь комплекс. Потому что у вас должна быть благоприятная среда. То есть у вас должно быть желание идти на работу. И если даже очень большие зарплаты, но на работу ходишь как на каторгу, потому что то, что тебе не нравится, и то, к чему сердце не лежит, то это не будет иметь успеха. Но в том числе и это очень большая составляющая, в том числе и зарплаты, естественно. Но я думаю, это вопрос, который все понимают, но который, наверное, нельзя очень быстро решить. Есть какая-то позитивная динамика, чуть-чуть повышаются зарплаты учителей. Конечно, хочется, чтобы они повышались быстрее. И мы смотрим на Эстонию, на Финляндию, где к учителям немного другое отношение. Ну даже Эстония, ладно, не будем брать Финляндию, даже Эстония. Где учителей другие зарплаты и другое отношение. Но все-таки хочется отметить, и к тем, кто любит ругать власть, все-таки есть какие-то позитивные сдвиги. Может быть, и не такие, как хотелось бы большие. А все-таки вот если мы говорим о гуманитарных науках, то кажется, что здесь найти учителей, преподавателей истории, литературы, языков как-то не так сложно, как, наверное, все-таки химия, физика, математика, такие вот более специализированные области. Или я ошибаюсь? Языки, именно родной язык, это латышский в латышских школах, или русский, польский, украинский в школах нацменьшинств, тоже достаточно востребованная специальность. Потому что большая нагрузка, много часов, соответственно, больше учителей таких требуется. Потому что там по 4-6 уроков у них. И выходит, что не любой русский может преподавать русский язык, и не любой латыш может преподавать латышский язык. И это тоже не так просто преподавать язык. Если вы откроете вакансии, мне кажется, как раз языков, языковых учителей требуется больше. Но и, естественно, это вообще в Латвии у нас в 90-х годах все кинулись на менеджмент и экономику, и у нас техническая специальность вообще упала. И на сегодняшний день и физиков, и химиков, и биологов, и географов найти тоже достаточно большой вызов. Но, опять же, из-за того, что этих предметов 2 часа в неделю только, учителей требуется немного меньше, чем на языке. У нас очередной звонок, конечно же, примем. Доброе утро. Доброе утро. Всем счастливого Нового года, и чтобы благоприятная среда была и в семье, и на работе, и в школе, среди школьников, и педагогов. Ой, спасибо, и вам тоже всего доброго. В нашей благоприятной среде для учителей. Вот как педагогу, например, английского языка, математики, и параллельно надо освоить так, латышский язык, вот это вот идет на работу человек, и он раздвоен своих, наверное, чувствах, да? Ему надо преподать предмет, и надо тут какой-то показать блеск в латышском языке. Вот как это играет? И вот эти закрытия русских школ тоже же вымело русских учителей. Но это неправильная политика. Вот что вы думаете? Спасибо. Ну, я на себя принял такое, может быть, правильно, может быть, неправильное решение, но я смирился с тем, что я не блеснул латышским языком, и первое, когда у меня новый класс, я первое, за что извиняюсь, за то, что я буду ошибаться, у меня будут ошибки в презентациях моих, пожалуйста, смотрите, если есть ошибки, говорите мне. Я хочу вот от вас тоже совершенствовать свой латышский язык, потому что, наверное, это проблема максималистов, что мы ждем, пока мы достигнем какого-то супермаксимума, не знаю, какого-то очень высокого, и только тогда пойдем и будем что-то делать дальше. Но, в конце концов, я преподаю физику, а не язык, и поэтому здесь я все-таки взял на себя какое-то… Я совершенствуюсь в этом, я расту в этом, но я взял на себя такую ответственность не блистать языком, а блистать какими-то другими вещами, которыми могу блеснуть. Насколько действительно сложно, будучи предметником, справляться с терминологией на другом языке? Ну, есть сложности, но на сегодняшний день мы все учим точно так терминологию на английском языке, и особенно вот что касается технических людей, мы все равно уже привыкли к тому, что терминология, она на разных языках, и выучить несколько терминов, но это, скажем так, небольшая проблема. У меня тоже как бы были с этим какие-то плавания, но что-то мне и ученики сами помогают, если я или забываю слово, или как-то неправильно его произношу, мне сами ученики подсказывают. Ну, я спрашиваю, вот как это правильно по-латышски вот так сказать, и мне говорят. То есть в этом нету проблемы, потому что, ну, опять же, я физику преподаю, а не латышский язык. Как заинтересовать действительно молодое поколение, мотивировать его, изучать, потому что, ну, понятно, что могут ведь разные быть ребята, могут быть ребята абсолютно немотивированные к учебе, могут быть, может быть, один человек, который может портить всю обстановку, там мешать, вот эти все проблемы. Да, я скажу так, что очень сложно им что-то рассказывать долго, они долго, ну, дети долго не способны слушать. Больше 10 минут на уроке рассказывать вообще не имеет большого смысла, и даже если человек очень хороший рассказчик, и дети будут его слушать, открыв рот эти 40 минут, они все равно ничего не запомнят, они все равно запомнят очень мало. И в этом плане очень, что лично у меня очень помогает, это практические работы, когда я смотрю, там, девушки, там, девятиклассницы с длинными ноготками, вместе соединяя там проводочки, изучая законома. И честно, мне очень приятно картину эту видеть, когда вот люди, для которых, ну, как мне кажется, электричество, что-то такое чужое, что-то такое отстраненное, и они, когда спрашивают, что такое электричество, говорят, это ваты или это вольты, и вот как они делают, соединяют, что-то крутят, получают какие-то данные, у них там лампочка загорается, как они вот очень радуются. И я думаю, что вот это вот одно из, ну, лично для меня один из ключей, это практические работы, когда ученики могут также видеть какой-то результат. Мне кажется, что вот это выражение «загорается лампочка», вот когда, ну, вот образное, что вот когда ученик сидит, и у него загорается лампочка, вот оно, наверное, в голове, да? В голове, в глазах тоже загораются лампочки. Напомню, мы беседуем с Василием Гридасовым, участником проекта «Эсэсколота» и с учителем физики Ригас Плявник-Памоцкола. Вернемся немного к проекту. Значит, вот эта переподготовка длится два года, и уже обязательная практика. То есть есть ли возможность совмещать с какой-то основной работой, или нужно подготовиться к тому, что придется перенастроиться, и все, и посвятить все свое время именно учительствованию? Значит, так, проект длится два года, за первый год, это чисто академический, за первый год получается образование «Эсколота», то есть, ну, учитель. То есть, в принципе, если ты на второй год не смог подписаться, или ты не выдержал, у тебя все равно остается диплом, ты можешь полноценно продолжать работать в школе. То есть вот этот вот один год, это именно для учителя, второй год, дальше пройдет тебе, ну, ты изучаешь еще там навыки, компетенции другие, больше обобщения, конфликтологии и так далее. Здесь очень такой большой вопрос. Первый год у нас было четко поставлено не более 15 контактных часов. Это не очень много, скажем так, ну, на первый год этого достаточно. Пятница у нас была полностью посвящена учебе, то есть четыре дня, которые мы можем работать. 15 контактных часов это можно разделить на два с половиной дня. У меня оставалось полтора дня, еще для таких, ну, я мог выполнять еще другие дела, другую работу. Конечно, много времени требует подготовка, особенно первый год, когда у тебя не так много на работах, ты чем-то пользуешься готовым, но все равно тебе это надо пропустить через себя, переработать, ну, и это, ну, занимает достаточно много времени, то есть первый год. Но, в принципе, я знаю, я сам совмещал это с другой работой, и мои коллеги по проекту тоже, я знаю, что были люди, достаточно многие, кто совмещали. И если не очень брать большую, не брать очень большую нагрузку в школе, то есть 15 часов контактных, 15-16 контактных часов, как это у меня было в первый год, то спокойно можно совместить. Ну, и по окончании проекта, уже получив диплом, есть ли возможность совмещать работу в школе с какими-то другими делами? А здесь как договоришься в школе, то есть сколько часов ты готов взять, и опять же, то есть если ты хочешь посвятить себя полностью школе, тебе дадут и 80 контактных часов, в школе найдется, найдется что делать, и найдется чем заниматься. Если, допустим, ты знаешь, что ты вот столько-только можешь работать, и потом, ну, а в остальное время ты хочешь заниматься другими делами, то надо идти и разговаривать. И сейчас из-за того, что в школах очень тяжелая ситуация, то в принципе ставка учительская на сегодняшний день 30 часов, но это не контактных, а 30 вместе со всеми проверками, тетрадками и так далее. То есть 21 контактный час, это на второй-третий год, это то, что можно, в принципе, себе позволить и немного даже и заниматься своими делами. Но это если ты не берешь больше. Сейчас из-за того, что не хватает учителей, очень многим учителям, как я говорил, приходится брать больше. И больше скажу, я считаю, что у учителя должно быть свободное время, он должен заниматься другими делами, чтобы развиваться и быть в струе какой-то, а не ночевать в школе, и ничего, кроме парк, тетрадок и учеников не видеть. Итак, с нами был Василий Гридасов, участник проекта «Эсэсколотайс», учитель физики из Ириджской и Плягинской основной школы. Мы беседовали об информационной кампании «Эсэсколотайс. Будь учителем», которая посвящена вот этой вот двухгодичной программе профессиональной переподготовки, переквалификации. Можно получить дополнительное образование и работать в школе, если есть такие внутренние позывы, потребности или, в конце концов, интерес. Все подробности об этой программе доступны на сайте «Мацитспекс.лв». «Мацитспекс.лв». Василий, еще раз огромное спасибо, что уделили нам время с Новым годом. Пускай он будет полон достижений профессиональных, в том числе и в школе, ну и с роботами тоже, чтобы все по-прежнему получалось, какие-то новые интересные проекты. Всего доброго. У нас с Олегом пауза, после которой Алексей Беньковский с нами будет. Это энтузиаст, любитель истории и архитектуры с очень интересным рассказом о рижских домах.